В начале 87-го года из Карабаха приходят первые тревожные сигналы. Начался сбор подписей под письмами в ЦК, предлагающими передать Нагорный Карабах под юрисдикцию Армении. Подписи ставят видные ученые и деятели искусств. Горбачев к ней эти письма не реагирует. А на Кавказе уже разгорается уголек притушенного советской властью межнационального конфликта. Алиев всегда возражал против вероломного решения этой проблемы. Не дискредитировав такую влиятельную фигуру, как Гейдар Алиев, влиятельную фигуру не только на Кавказе, но и для Советского Союза, видимо, решить вопрос о Карабахе, о территориальном изменении двух республик невозможно. Давление республики было сильное. Уже республики. И надо было разрешать эту ситуацию. В начале 87-го года по кабинетам высшей власти разошлась папка с компроматом на Гейдара Алиева. Ее доставили и Горбачеву, и Рыжкову. Вы знаете, у нас умели это делать. И написать, и, как говорят, обгадить с ног до головы. Как только человек зашатался, обязательно найдутся. Этот, на тарелках ел царских романов, да? А этому, значит, прилепили Гейдару, что вот он, значит, кольцо там подарил какое-то, значит, этому Брежневу. Горбачев явно искал возможности избавиться от Алиева. В мае 87-го года он позвал его в свой кабинет. Долго убеждал подать в отставку. Для Алиева это было неприемлемо. Быть пенсионером он не мог. На следующий день после беседы с Горбачевым, во время обычного рабочего совещания, ему стало плохо с сердцем. Прибывшие врачи пытались уложить Алиева на носилки и доставить в больницу, но он не позволил вынести себя из Кремля. До машины скорой помощи дошел сам. Потом в ЦКБ определяют тяжелейший инфаркт. Горбачев никому ничего не сказал. Три месяца я лежал в больнице. Никто не пришел, никто не звонил. Вы понимаете, это для меня непонятно. Я вам скажу, что все сделано было, плачь человеческий с ним. Никто его не топтал, не унижал, ничего. Некоторые врачи его лечащие вели со мной беседы, что вы должны повлиять на своего отца, чтобы он ушел с должности. Я говорил, что ваша задача лечить его, а уйдет он с должности, не уйдет, это не мое дело, и тем более не ваше. То есть чувствовалось, что его болезнь была очень таким удобным поводом для того, чтобы от него избавиться. Это я все сожалею. Но чтобы сказать, что я какие-то козни против Алиева вел, нет. В октябре 1987 года Горбачев все-таки вынудит Алиева уйти в отставку. Газеты сообщат, что Алиев Гейдар Алиевич по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья освобожден от должности первого заместителя председателя Совмина и выведен из состава политбюро. Это означало, Алиева убрали, его больше нет. Он политический труп. Тогда уже сказали, что Алиев вышел на пенсию. Мы очень плохо было для нас. Мы думали, как это будет? Лишившись работы и власти, Гейдар Алиев как будто потерял смысл жизни. Вокруг него образовалась пустота. Те, кого он любил, все, к сожалению, его предают. Я был искренне убежден, что это уже человек, который никогда не вернется, даже не говорю на прежние позиции, но такой достаточно активной общественно-государственной деятельности. Страна в то время пропустила сообщение об отставке Алиева как рядовую информацию. В Кремле без конца кого-то снимали, назначали. И только очень немногие ощутили, как за этой отставкой возник зловещий призрак распада великой державы. В ноябре 87-го года французская газета «Юмани Те» публикует интервью с одним из советников Горбачева, академиком Аганбегяном. На вопрос о Карабахе и Нахичеване официальный помощник главы государства изложил свою личную точку зрения. Я хотел бы, чтобы Карабах стал армянским. Как экономист я считаю, что он больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном. И надеюсь, что в условиях перестройки и демократии эта проблема найдет свое решение. Нагорный Карабах стал детонатором развала всего Союза. Оттуда все пошло. Я все больше и больше прихожу к убеждению, что эта отставка Алиева, наверное, это было именно подчинено этому. Облегчить территориальный передел там, в Закавказе, и в первую очередь между Азербайджаном и Арменией. Уже через несколько месяцев после отставки Алиева, десятки тысяч семей азербайджанских крестьян были изгнаны из своих домов с территории Армении и Нагорного Карабаха. Сначала в Баку стали пребывать составы с беженцами. Среди них были, знаете, с обмороженными ногами, которые шли чуть не босиком или в совершенно неподходящие обуви через перевал пешком. Сказали, идите. И люди шли с детьми на руках. Обмороженные дети. В меня попал осколок из установки Град. У меня все прооперировано, и глаза, и тело. Одна из моих невесток тоже попала под обстрел и сейчас не может ходить, только ползает. У нас было все. Хлеб, скотина, птица. А здесь что нам кушать? С голода умираем. Тяжко. Ответом на трагедию в Карабахе стали кровавые события в азербайджанском промышленном центре Сумгаид, где в одну ночь было убито более ста армян. Я вот специально себе сделал запись, что мы регулярно рассматривали вопросы Карабаха на полетбюро. Минимум полтора десятка раз. Безусловно, в конце 80-х, начале 90-х, при всей ситуации, повторяю, Москва и руководство Советского Союза недооценили значение проблем стоящих. Не могли себе представить такое развитие событий, что центральная власть не будет пользоваться там поддержкой и что усилиями центральной власти нам не удастся остановить вот эти процессы там. Продолжение следует...